Здравствуйте, дорогие мамуль и детки! И сегодня мы с психологом Гриценок Ольгой Васильевной. И одну из тем, которую мне бы хотелось с нею обсудить, это скромность. И как вырастить ребенка, несмотря на то, что сейчас столько всего много, и в магазинах, и одежды, и еды, и каких-то развлечений. Как вырастить ребенка скромным? Просто я всегда вспоминаю свое детство. У меня очень хорошие родители, и несмотря на то, что отец мой занимал высокий пост, он всегда говорил, Оля, ты должна быть скромной, чтобы тебя уважали, чтобы тебя оценили, чтобы, не дай бог, ты не опозорила нашу фамилию. Сейчас у меня стоит вопрос, как воспитать своих детей в скромности. Потому что сейчас век технологий, век вседоступности, дозвольности, столько удовольствия можно доставлять детям, да, можно их там и в цирк, и в театр, и на карусели, и везде-везде можно все им предоставить. Как все-таки вот эту скромность в них воспитать? Как вот это сделать? Что именно родители имеют в виду? Вот словом скромность. Давайте, наверное, сделаем такой маленький эксперимент, как будто вы мама, которая задает этот вопрос специалисту. Ну вот если, например, возьмем детей там 3-5 лет, так? Вот пришли в парк. Аттракционов море, масса. Так, и на качели, на карусели хочу, и на самолетиках, вертолетиках хочу, и на поезд хочу, и там хочу. Как вот здесь вот быть? Сказать, что так, один аттракцион и до свидания. Выбрать всегда сложно. Удовольствие, много глаза разбегать. Да, почему один? Почему один? И что, мало денег, мама? Тебе что, жалко? Жалко, что ли? Да, тебе жалко мне купить там 5 аттракционов? Они же всего лишь 4 рубля, там, или 2,50, или 3. Это же мелочи. То есть за раз ты можешь отдать 100 рублей. Максимум удовольствия. Да, отдать ребенку максимум удовольствия. А плохого что? Плохого что? Ну, плохого то, что потратим много денег. Раз. А можно ставочку небольшую? Да. Мне кажется, там они в деньгах делали. А к тому, что ребенок привыкает, что ему по мгновению волшебной палочки все предоставлено будет. Вот это самое плохое. Он привыкает к тому, что... Так будет каждый день. Я хочу. Сегодня аттракционный. Завтра машину купил. Машина уже не та. Ты мне, допустим, там, старушку машину купил. А я хочу новую. Немножко напрячься будет там, двухлетняя машина. Поднапрячься новая будет, правильно? Он на квартиру купил однопрямую. Ну ты поднапрячься не можешь. Купи двушечку хотя бы. А там и трешечку, правильно? Да. Это же не сложно. Да, то есть, да, получается, что мы своим детям, вот давая все эти аттракционы, говорим о том, что это мы можем им дать каждый день. И у нас есть на это возможности. Ну, ребенок очень хотел бы на это рассчитывать. Да. Здесь можно сразу избежать лишних истерик, капризов и требований со стороны ребенка, потому что, конечно, получив один раз, хочется повторить. Да. Это неплохо. Это просто естественно. Все хорошее хочется повторить. Вот в этом, в том, что он просит или хочет, страшного ничего нет. Но, действительно, давая все просто по щелчку, да, мы рискуем создать у него иллюзию, что в его жизни приятное будет происходить как-то само, падать с неба, кто-то будет привносить, и он не будет уметь свою жизнь наполнять интересным сам. И поэтому здесь самое первое, что стоит сделать, внести четкость, границы и определенность. Когда именно? Сколько раз, допустим, вы можете себе позволить сделать вот такой поход в парк? Ну, допустим, не со всеми аттракционами. Ну, просто вестибулярный аппарат не выдержит. Ну, например, вот раз в месяц. Хорошо, раз в месяц. Ну, так, более-менее, да, но уже определенность есть. И оговаривается сразу, что, да, иногда в хорошую погоду хочется приехать просто пройтись по парку, по дорожкам, на речку посмотреть. Да, да. Вносится определенно, что сегодня мы идем только походить. Другое дело, что если это ребенок маленький, то просто походить ровно – это тоска. Учитывайте тогда ему чем-то разнообразить это, просто ходить. Он еще всю эстетику не воспринимает целиком, большая картина в голову не вмещается. Поэтому ему надо на уровень его роста что-то интересное тоже. Ну, самокат взять, например. Самокат, пузыри воздушные, шарики. То есть не так много в конце концов и надо. Не всегда нужны аттракционы. Если есть повод или если вы договорились, и вот сейчас вы едете, и у нас есть возможность выбрать там. Опять же, ну не надо все. Вы можете, конечно, ради бога. Нет, конечно, все это сложно. И ему сложно, главное, что он на самом деле. Если он был, да, определите количество аттракционов, на которые он может пойти. И он тогда, подойдя, выберет из всего списка то, что он хочет попробовать. Если он хочет что-то еще, мы приедем в следующем месяце, ты обязательно попробуешь. Никуда аттракцион за месяц не уедем. Так, все. Да, любой ребенок немножко будет протестовать, естественно. Но здесь достаточно где-то твердо сказать, пару раз объяснить. Потому что легче пережить что-то в зародыше, пока он не начал с помощью истерики добиваться другого решения. Если вы такое решение приняли, оно взвешенное, оно трезвое, пускай оно сохраняется. Все. Вы поехали, вы отработали программу, вы погуляли еще, там какие-то мороженые. Но это удовольствие в рамках вами предоставленных. То есть заранее нужно все это обговорить до поездки в парк. С учетом ваших возможностей. Да. Чтобы было понятно, что мне не жалко для тебя. Но есть вещи не просто для удовольствия, а еще и нужные, важные и тоже интересные. И есть аттракционы, но есть возможность поехать куда-то в какую-то интересную поездку, на экскурсию, еще куда-то. И нам хочется, чтобы интересного было каждый день месяца, а не за день всю родительскую зарплату потратить. Потому что на водичке скучно сидеть потом до следующей зарплаты. Как угодно. То есть объясняйте, как угодно. Ребенок должен понять, что ваш ресурс тоже имеет ограничение какое-то. Дело в том, что всего интересного много. Еще тогда, Оля, вот такой вопрос. Подростки. Мы уже говорили, много говорили, я думаю, что еще будем говорить о подростках. Вот они хотят много денег. Да. Вот такого в нашем детстве не было. У нас не было карманных денег. Это было не очень прилично кичиться богатством. Да. И покупать чего-то много, и хвастаться, и статус свой повышать тоже не было принято. Мы просто не сталкивались тогда с таким. А вот сейчас они хотят много денег. Вот как вот это... А зачем? Дай 2 рубля, дай 5 рублей, дай 10 рублей. У меня вот, а вот-вот кольки, у него полный кошелек, у него даже доллар есть. Вот он приехал раз в месяц, папа ему там 30 рублей дал, и вот колька все хвостил. Да. А мне? Да. Понимаешь? И вот я не знаю просто... Для чего им деньги? Деньги, как вот я слышала, и мне говорил даже мой сын, ему деньги нужны для того, чтобы быть выше статусом в его классе. Да. Или хотя бы не быть ниже остальных. Да. Здесь такая ситуация, которой действительно не было в советском детстве. И тема эта не была никак популярной, и этим не стоило хвастаться. И в принципе хвастаться это было как-то не очень. Поэтому, в принципе, подростку очень важно умение найти свое место в социуме. Он использует для этого все, что в его возможностях. И если деньги нужны для поддержания статуса, он будет пытаться их как-то привлечь. Я не могу сказать, что это очень плохо. Потому что, да, есть какой-то уровень того, что дают в классе на карманные расходы. Если вам не слишком сложно, то лучше слишком из этого уровня не выпадать. Но если вы не хотите баловать, никто не мешает дать ему возможность немножко заработать. Потому что одно дело, допустим, его обычные домашние обязанности. Другое дело, если он попробует взять на себя чьи-то обязанности дополнительные, сделать что-то сверх, гораздо больше, чем его попросили. Обычно, да. Дополнительное что-то, помочь где-то что-то папе, убрать его в гараже, допустим. Там сделать какой-то большой кусок работы. И вы оговариваете, что это возможность. Да, вот на карманные расходы у нас вот такая есть норма. Там сколько вы по ценам буфета? Сколько это? Ну, больше двух рублей смысла нет. Нет, ну да, два рубля. Да. Плюс, как вы, в зависимости от его ответственности или усердия, или там каких-то еще ваших требований, зависит ли количество денег, не зависит. Интересная система, когда есть минимум, вот как минимальная зарплата. Я просто делала эти банды. И все остальное в качестве премии за какие-то, да, полутили. Оля, я делала банк, у нас был банк, каждый месяц я ему давала 10 рублей. Ну, потом у нас произошли такие вот не очень хорошие взаимоотношения, и банк закрылся. Я могу дать там ему 2 рубля, он может попросить там, мама дает 2 рубля, там может бабушка что-то дать на день рождения. Вот. Но банк закрылся у нас. И ему стало сложно. Вот я вижу, что сложно. Сейчас действительно у подростков это, деньги где-то в каком-то количестве есть. И оставить ребенка совсем на подсосе тоже не очень хорошо. Для него не очень хорошо он выпадает. Поэтому дайте ему тогда возможность заработать. А можно вопрос? Ну, кто не мешает. Я хотел сказать, что я не согласен с тем, что нужно в семье давать деньги, даже за дополнительные обязанности. Ну, давать, может быть, как бонус, на мой взгляд, не связанный с тем, что он что-то сделал. А если как бы платить ему за работу, даже пускай он сверху в обычных обязанностях, на мой взгляд, это хорошим не приведет, потому что ребенок привыкнет делать родителям все за деньги. Нет, 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 не все. Здесь очень четко надо разграничить. Возможно, тогда есть другой какой-то вариант, но нужно дать ему возможность легально их получить. Семья в любой разряд, скажем, облегченных отношений. Заплатил, получил. Не заплатил, не получил. Там же то, сходи за батоном, там, не знаю. Не получишь, а дальше надо, да? Ну, получишь, не обсходил бы. Дальше, извини, не попадай. Приплачивай. А я вредение буду. Сдачу, на самом деле нет. Сдачу себе заберу. На самом деле не совсем. Зная уже по опыту мам, подростков, которые попробовали им давать работу, потому что многие подростки уже в 13 лет говорят, вот если бы я сам мог, если бы меня взяли на работу, я бы уже и сам зарабатывала. Так вот просто плохо, что детей не берут. Иногда приходится долго объяснять ребенку, что тебя взяли бы, какую ты им прибыль принесешь. Что ты можешь сделать на таком уровне, чтобы тебе еще и за это заплатили. И когда дети пробуют выполнить работу, то, допустим, у родителей есть возможность, если это какое-то или небольшое предприятие, или частный какой-то офис, дать возможность элементарно, например, делать уборку в офисе по выходным. С определенной зарплатой, не слишком маленькой, не копеечной. По хорошую работу можно и хорошо заплатить, но тогда требования есть. Есть список того, что нужно сделать. Есть требования к тому, как это должно быть сделано. Пыль должна быть вытерта вот так и везде. То есть это список работы. И предоставить нужно этому ребенку, чтобы он его выполнил, когда ты ему заплатишь. А потом прийти и проверить, как работодатель. И он уже работник. И он отчитывается за качество произведенного труда. Если вы... Потому что дома рассчитываться за помощь, не советую. А вот предоставить возможность заработать и дать где-то, вот, допустим, балкон. Ну, не доходят руки до балкона. Тогда вы уславливаетесь. Если хочешь, я тебе дам большой кусок работы, ты его сделаешь, я тебе дам. Вот мы договоримся на какую-то сумму. А не должна быть слишком маленькой, потому что для него это сложнее, чем для взрослого. Он вообще ума не приложит к этому балкону. Это хаос. Чтобы научить делать генеральную уборку, мамы, которые могут себе это позволить, вот, где-то предоставить помещение для уборки, они сначала первый, там, раз, два, где-то тихо, ну, может быть, не терпят и не доделывают. Нет. Но они просто дают больше времени и потом показывают, что здесь нужно еще вот это, здесь нужно вот это. Если начинаются, а я не хочу, а сойдет и так, а не буду, какой работодатель будет терпеть? Если работник говорит, а я не выйду сегодня на работу, мне тут погулять охота. Нет. Мы переходим на совсем другие отношения. И ребенок понимает, что, чтобы деньги заработать, нужно приложить усилия и выдать качество. Если он принимает эти условия игры, то это совсем не то же, что помощь дома. Потому что помощь дома, это все равно по большей части отвечает родитель, он выполняет кусочек свой там, где-то там, а за весь порядок, за весь комплекс отвечает, мама, она доделает, если что. Ну, если ей будет лень его позвать, например. Да, да. А вот когда работодатель и работник немножко другое отношение, и он по-другому, и честно говоря, многие потом говорят, нет, я уже не хочу. Многие дети говорят, потому что на самом деле понимают, что это сложнее гораздо, чем просто пропылесосить и выполнить свой кусочек. Это ответственность. Тот ребенок, который берет эту ответственность, он уже и собой может гордиться. На него можно, ему можно поручить такое дело, и он может качественно это выполнить. И ему не стыдно за свою работу, и он за нее получил деньги. Вот это выход на взрослый уровень. Там совсем другое. Но это должна быть работа, это должна быть такая нестыдная зарплата, чтобы ему было понятно, от чего он тут мучится, собственно. Ясно. То есть обрекать его на попрошайничество, на то, чтобы все время мам, мам, мы его обрекаем быть попрошайкой. Ему тоже неудобно. То есть где-то найти серединку, которая в вашей семье будет и не унизительна для ребенка, но и не будет баловством. Вот, то есть опять же, какие-то понятные рамки, сколько, когда, потому что... Что самое главное? Вопрос еще возникает у детей. Ну, тебе что, жалко? Да, да. Под этим еще идет вопрос. Подспудно. Ты меня не любишь, раз тебе жалко. На самом деле, тебе мне не жалко ничего. Но я очень не хочу, чтобы ты вырос неприспособленным и избалованным. У меня потом сердце будет всю жизнь болеть, если я пойму, что сделала тебя несчастной. А когда ты все научишься делать сам, ты будешь счастлив. Поэтому я бы дала тебе дать денег очень легко. Это вообще самое легкое. Дать и все. И как бы хороший родитель. И как бы все. И все свои обязанности выполнил. Это легче на самом деле. Но мне хочется, чтобы ты сам смог заработать. Возможности хочешь? Пожалуйста. Ну, я думаю, что мы... Вопрос о деньгах с подростками, мы когда-нибудь вместе встретимся и этот вопрос проговорим. Потому что тема очень-очень интересная. Деньги и подросток. О скромности мы поговорили и с детьми младшего возраста, и с детьми старшего возраста. Стараться своим примером, опытом своим родительским, рассказывать детям, как себя вести, чтобы быть полезными и скромными в то же время в обществе нашем. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.